Философия сознания Философия сознания Понятия объекта, предмета и мира Насколько понимание сознания как пространство Соотносится с этими понятиями Далее, насколько понятие сознания Как пространство Соотносится с понятиями субъект И я И также очень важная проблема Связанная с волей Собственно, вот весь план Сегодняшнего моего доклада Я хочу бросить некую методологическую схему Того, как Сознание, понятое как пространство Может быть рассмотрено Внутри уже некоторой схемы Схемы понятий И как внутри этой схемы понятий Само сознание Приобретает также некоторые дополнительные определенности Ведь что такое Определение Определение Может быть просто Экстенсивным Просто как указанием на некую реальность Вот мы говорим о сознании И предполагаем, что за этим словом Стоит некая реальность Один способ определить Другой способ определить Это Поместить в некоторый контекст И возникнет некое Определение Консексуальное Связанное с тем, что Внутри некоторого контекста Внутри некоторой схемы понятий Понятие сознания Также приобретет некую определенность Ну, я уже отмечал Такой факт, что Сознание есть некая предельная сущность Я сейчас выражаюсь в таких Несколько странных словах Поскольку Мне надо как-то высказывать О сознании Как бы со стороны Я должен говорить о том Я понимаю, допустим Что в сознании есть Нечто пространственное Но мне надо как бы указывать Как бы рассказывать О чем-то К чему я должен Подойти Как бы со стороны И вот поэтому я говорю О сознании Как о некой сущности Пока я не использую Эти слова В их В их строгом смысле А пока Как бы вот мы занимаемся Феналинологией сознания И Собственно Сама строгость Которая должна Воспоследовать После того Как будет пройден Весь путь После того Как будет Сделана уже Окончательная гипотеза Которая Гипотеза того Что представляет С собой сознание И расставлены все точки Можно будет Попытаться уже Изложить Все движение В виде Некой Строгой теории Которую будут Использоваться Строгие термины Однозначно Причем Использовать их В тех формальных правилах Как это принято Допустим В логике То есть термин Должен иметь Некое Однозначное значение Используется Во всех контекстах В одном и том же смысле Пока Как бы Я придерживаюсь Логики Феноменологии В которой Позволительно Высказывать Именно Использую термины Так Чтобы Указать На смысл Феноменология Стремится Указать На сущность Указать На некий смысл То есть она Занимается Некой Открытой деятельностью Потому что Всякое формальное Изложение Всякое формальное Термино Она как бы Закрывает Закрывает Саму сущность Она закрывает Сущность Некой Броней Броней Понятий Броней Неких Сложных построений Схематических Пока я Работаю В очень Уязвимой В очень Уязвимой Схеме Которую Можно Ворвав Из-за контекста Определенного рода Слова Или высказывания Указать На то Что я Допустим Ну Неправильно Использую Термины До конца Осознаю Смысл Иных понятий То есть Фактически Вся моя работа Состоит Чтобы указать Ну давайте Начнем После этих Некоторых Замечаний Сначала С того Что обозреваем Что такое Сознание Как пространство Почему Сознание Ивляет Чем-то Пространство Для того Чтобы подойти К этому вопросу Надо вспомнить О том Что представляет С собой Я Я говорил О том Что Такой феномен Как я Есть Некое Сложное Сыщее И представляет Оно собой Такой Диполь Я С одной стороны Которого Находится Сознание То есть Я опирается На сознание А с другой Сторожно Находится Переживание Я просто Пишу Переживание Хотя На самом деле Мог бы Здесь написать Тело Но Пока В моем Пока Тело Я не ввожу Я пока Просто указываю На Некого Некоторого Рода Феноменологически Первичные Вещи Тело Первичное Не дано Но нам Давно Переживание Вот Такой Диполь Почему Я Я являюсь Таким Дипольом Потому Что Есть Такой Феномен Как Внутреннее Сознание Времени Внутреннее И этот Феномен Указывает На то Что Для того Чтобы Такой Феномен Существовал Необходимо Чтобы Я Чтобы Я Имела Возможность Одновременно И стоять Во времени Как Точка Отчета И Двигаться Во времени Как Собственно Проживать Время Переживание Проживание Разницу Между этими Термина Я когда Давно Вводил Но Пока Для нас Это Несущественно Благодаря Тому Что Есть Такой Феномен Как Внутреннее Сознание Времени Я Необходимо Мыслить В виде Такого Диполя Причем Этот Диполь Представляет Собой Интересную Вещь Сознание Во времени Стоит Представляет Собой Я Метафору Говорил То Что Некоторый Уступ Представьте Как скала Она Стоит На месте Другая Сторона Другая Сторона В силу Того Что Сознание Во времени Стоит Она Как бы Движется И движение Это Движение Просто Связано С тем Что Когда Мы Что-то Одно Фиксируем Когда Мы Указываем Некую Систему Отчета Все Остальное Относительно Системы Отчета Начинает Двигаться Но Все Что Не покоится Относительно Системы Отчета Все Что Вместе С Систем Отчета Не Стоит Все Приобретает Некое Движение То Что Движется Относительно Эта Система Отчета Это И есть Наше Переживание Переживание Или Проживание Просто Переживание Более Окрашено Эмоционально А проживание Это И есть Некий Чистый Опыт Движения Это Чистый Опыт Движения Я Когда-то Называл Такими Вещами И это Связано С внутренним Солнанием Времени Такие Вещи Как Проживание Проживание Себя Проживание Себя Проживание Бытия Проживание Времени И все Вот это Три Это На самом деле Есть Один и Тот же Феномен Просто Понятый В Различных С позиции Различных Понятий С позиции Различных Концепций Собственно Когда Хадигер Говорит О Бытии Как О чем-то Что требует Переживания Что требует Проживания Он имеет Ввиду Именно Вот этот Опыт Правильнее Было О внутреннем Сознании Времени Но Можно Было Так же Говорить И в Таких Терминах На самом деле Мы сейчас Занимаемся Феноменологией Сознания Поэтому Для нас Пока Термины Не являются Чем-то За что Мы боремся Термины Для нас Не являются Существенными Термины Есть некоторые Вещи Которые Можно Потом Нарастить Мы сейчас Занимаемся Попыткой Понять В чем Состоит Сама Собственная Реальность А реальность Состоит В том Что сознание Стоит А нечто Другое А именно То что Названо Переживаниями Оно Движется Вот так Понимается Сознание Теперь В этом Понимании Сознания Что представляет Собой Объект Мы ставим Проблему Это первая Проблема Что такое Объект Объект Дело в том Что Все Дано В сознании В классической Философии Это звучит Так Что Все Что существует Существует Для Некоторого Сознания И эта Формула Она является Существенной И мы на протяжении Всего изложения Постараемся Ее удерживать То есть все Что существует Все Существующее Существующее Дано Некоторому Сознанию Что это означает Здесь есть Два разговора Во первых Сознание Является Чем-то Единичным И поэтому Когда я говорю Что Все существующее Дано Некоторому Сознанию То можно Понять о том Что все Что не дано Мне Единичному Того не существует На самом деле Речь идет Не об этом Речь идет О возможном Опыте И если мы берем сознание как что-то единичное, то мы рассматриваем весь возможный опыт, которому этому единичному может быть дар. И вот этот весь возможный опыт называется имманенцией. Имманентная. Вот эта имманенция или имманентность, это есть некая сфера, это потенциальная сфера, куда наше сознание может добраться. Давайте ее нарисуем. Это сфера возможного опыта. То есть наше сознание, допустим, в данный момент много чего не видит, много что для него недоступно. Но тем не менее в другой момент становится доступным. То есть есть некая принципиальная сфера возможностей, сфера возможного, возможного опыта. И вот эта сфера возможного опыта, то есть сфера, которая всякий раз входит в сознание, то есть сознание, допустим, можно переместить на Марс. И там на Марсе оно начнет что-то воспринимать, то есть что-то будет ему дано. Так вот вся сфера возможного опыта, независимо от того, доступен ли он сейчас или недоступен, называется сферой возможного опыта или имманентностью. Или сферой имманентного лучше. Давайте сейчас. Сфера имманентного. Конечно, имманентное это некое соотносительное понятие. Другое понятие имманентного является трансцендентным. Все, что находится по ту сторону этой сферы, это является трансцендентным. Оно находится по ту сторону. Ну или за границами. Вот этой сферы имманентного. И если посмотреть, как устроено сознание, то сознание, конечно же, не имеет никаких границ. Нам кажется, что сознание просто простирается, и как бы невозможно увидеть границы сознания. Но вопрос идет о неком... Но само сознание, да, может понимать разницу между тем, что есть нечто одно ограниченное, и есть нечто другое, что находится за его пределами. Является потусторонним. Или является чем-то, находящим за границей. И вот в связи с таким вот пониманием, имманентное и трансцендентное, как различие сферы возможного опыта, и трансцендентное, как залежащее по ту сторону возможного опыта, возникает два способа, какие мы можем трансцендировать эту сферу. Первый способ, он связан с тем, два способа трансценденции. Давайте рассмотрим два способа трансценденции. Два способа. Первый способ связан с тем, что есть некое существенное различие, и это различие очевидно, различие между чувственным данностью и мышлением. И вот то, что мышление не дано в чувстве, мышление это другая способность, это все, что нам дано, дано чувствует, и весь опыт, который у нас есть относительно мира, является чувствуемым опытом, а мышление представляет собой как бы вторичный опыт, это опыт, происходящий над тем, что дано, вот как у Канта. Ну вот возьмем Канта, у него даны созерцания, предмет явления или объекты мира даны созерцания, и потом только они мыслиться. И мышление есть нечто второе, и вторичное. То есть у нас, причем существенно различая созерцание и мышление, он говорит о том, что созерцание является некой интуитивной способностью, да, а мышление не может быть интуитивным мышлением, это что рассудок не является созерцающим рассудком, это как бы существенное замечание, потому что мышление всегда действует уже над созерцанием, то есть над тем, что созерцается, да, над объектами созерцания, поэтому оно является как бы вторичным. И вот это различие чувственной дальности и мышления, на самом деле можно понимать вот в сфере, в смысле трансцендирования, то есть все, что дано, весь опыт, вся сфера возможного имманенции представляет собой тогда чувственную дальности, когда имманенция равно чувственная дальности, а трансценденция, трансценденция это то, что доступно с помощью мышления. Ну или как бы Кант различал феномены, и сюда относятся феномены, сюда относятся Наумины. Ну, я имею в виду, что вот Наумины, она находится трансцендентом, и их можно только мыслить, но сами они по себе и недоступны. Ну, такими Наумины, там являются, например, Бог, мир как целая, даже душа. Это вот первый способ, каким дана трансцендентная. Смотрим теперь второй способ. Второй способ более сложный, да? Он состоит в том, что под эманентным можно понимать всю совокупность данного человека, не в смысле чувственной дальности, а в смысле возможных предметов в принципе. Вот здесь возникает как бы такое первое различение, состоящее различие между объектами и предметами. Есть объекты мира. Объекты мира. Объекты мира – это объекты, данные чувственным. То есть будем использовать объекты, всегда говоря о том, что это объекты мира, это вот субъект объектного различия, да? У нас есть субъект, есть объект. И всегда субъект есть направлен на объекты, и объекты представляются бы некие объекты именно мира, да? Которые чувственные данные. И второе различение в видео – понятие предмет. А предметы – это более широкое понятие по отношению к объектам. В предметы включается любая данность, которая фиксируется в сознании, независимо от того, является ли она объектом мира или, например, является переживанием или мыслью. Иначе говоря, предметы – это и объекты, и мысли, и переживания, и образы, в том числе и образы воображения или представления, иначе говоря, предметы являются более широким термином со стороны сознания. То есть со стороны сознания предметами является именно вся сфера возможного опыта, где под опытом понимается опыт сознания. Можно понимать опыт как опыт чувственный, да, где как вот у Канта. У Канта опыт понимается как нечто данное в отношении к внешним, и мы потом словом внешним будем обсуждать, а отношение к внешнему миру, да, он называет опытом именно как бы вот некий эксперимент, да, над объектами мира. А мы будем говорить о опыте предметов. И если мы говорим о предметах, где объекты являются только частным случаем, то тогда возникает второе понимание трансцендентного, да. Где трансцендентное понимается как… Здесь во-первых сфера имманентного понимается как сфера всякой предметности. Вот здесь сфера имманентного. сфера имманентного, как равняется сфере сей предметности, в том числе и предметности, не только предметности объектной, но и предметности, так сказать, связанной с мыслями, чувствами, переживаниями и прочее. И тогда трансцендентное является чем-то таким, что невозможно ни помыслить, ни пережить ничего, чем-то недоступным, в принципе. Буквально в смысле недоступным, просто непознаваемым. Когда мы говорили в первый раз, в первом понимании различия имманентного и трансцендентного, имманентное являлось чем-то данным в опыте, и опыт понимался как у Канта, именно в смысле эксперимента, как опыт внешних объектов, опыт объектов мира. И поэтому трансцендентным, по крайней мере, можно было мыслить, и трансцендентным в каком-то смысле было дано, оно было дано в том смысле, что оно было дано как предмет мышления. Когда трансцендентно мыслим и о Боге, и о вещах себе, о душе, ну если их брать в Кантовские различия, Кантовское понимание того, что представляется бы душа, то все это было трансцендентным, и о нем можно было мыслить. То есть в каком-то отношении к трансцендентным не было непознаваемым. То теперь, когда сфера имманентная понимается как сфера всякой предметности, трансцендентно перестает быть непознаваемым. Его просто нет, как бы пустота. Почему? Потому что нет теперь способности, которая могла бы ее ухватить. Как получалось ранее этого? Ранее получалось следующим способом. Познаваемо то, что некоторым способом можно, на что можно направить некоторое внимание. У нас есть различные способы направления внимания. У нас есть направление внимания с помощью чувства, и есть данность чувственная. Чувственная данность. Теперь у нас есть другие способности. Мы говорим сейчас о способностях. Есть другие способности. Чувственная данность. Первая данность. Вторая данность. Мысленная данность. Или смысловая данность. Смысловая данность. Это чувственная данность. Это у нас восприятие. Созерцание. Это смысловая данность. Это у нас мышление. Третье. Представление. В данном случае под представлением будем понимать представление, которое воображаемое. Представление, да? Это воображение. Представление или представляемая данность. То есть данность, данное нам воображение. Каждая способность дает некую данность. И все эти данности объединяются, как мы говорили, словом, предметность вообще. И эта предметность вообще, она на самом деле, эта предметность вообще, как она существует? Эта предметность вообще, она есть в сознании. Вот когда я говорил о том, что все есть для некоторого сознания, то я имел в виду, что предметность вообще, она есть для некоторого сознания. Иначе говоря, сфера возможной данности, сфера возможной... Давайте первое понимание соотношения трансцендентного и эманентного, где эманентное понималось как данное чувственного опыта, а трансцендентное как данное мышление, мы как бы это понимание сейчас оставим, и сейчас разговариваем исключительно о втором понимании, где эманентное равно предметности вообще. Поэтому понимание эманентного, дальше, все дальнейшее изложение будет понимать эманентное, соотношение эманентного и трансцендентного только в этом смысле. В этом соотношении эманентного трансцендентное вообще не надо. Эманентное не дано. Оно как бы вообще за пределами. За пределами возможной данности. Когда я говорю сейчас слово данности, то я опять же делаю некоторые решения. Вообще говоря, принятая философия под данностью, понимаете, это чувственная данность. В данном случае я под данностью понимаю данность с помощью какой-то способности. Вот у нас есть способность чувства, мышления, воображения. И с помощью этих способностей нам даны какие-то предметы. У каждой способности есть свой предмет. И вот вся эта предменность, она дана для некоторого сознания. Она дана в сознании, мы говорим. И из этого я уже говорил о том, что сознание не является способностью, и это показывает просто, это является одним из указаний на то, что сознание не способность, потому что у него нет специфического предмета, который бы дан был именно сознанию. Сознание даны все предметы. Сознание есть некая наша сущность, к которой мы имеем отношение, скажем так. И эта наша сущность является способом, каким существует предметность вообще. Причем любой предмет, любой способности может быть дан сознанию. То есть сознание присутствует везде. И здесь надо разобрать очень важное понимание сознания с точки зрения того, что оно является пространством. Вот мы говорили о том, что сознание пространства. Сознание пространства. Здесь возникает опять очень сложный разговор, связанный с тем, как понимать это пространство. Потому что есть пространство, как оно понимается в физике, как некое внешнее пространство, и не обсуждается, что значит внешнее. Слово внешнее используется как-то некритически. Это какой-то наивный разговор, разговор, ведущийся как бы извне. Внешний, наивный разговор. А есть понимание пространства изнутри, как его Кант понимает. В пространстве есть нечто, что мы внутри сознания прозреваем как некую протяженность. Протяженность и рядоположность. Как нечто, данное сразу. Вот это характеристика пространства, которая существует даже точно так же в воображении. Не только как пространство, которое мы видим, которое мы как бы видим в нашем созерцании, в нашем восприятии. Но пространство, которое существует также и в нашем воображении. То есть некое пространство, как некое силовое поле, как некое поле интенсивности. Вот таким силовым полем является сознание, то есть он пространство, силовое поле, силовое поле или поле интенсивности. Пока я говорю, я не держусь затерянным, пока я пытаюсь объяснить, о чем идет речь. Вот мы находимся в такой гипотезе, мы работаем сейчас в такой гипотезе, мы пытаемся сейчас понять, каким образом, если мы понимаем сознание как пространство, как следует понять другие понятия, которые с ним соотносительны. Я говорил о том, что сознание как бы спроектировано на мир. То есть мы говорим о том, что сознание спроектировано на мир. Иначе говоря, это звучит следующим образом. Вот есть мир какой-то. Есть сознание. И получается, что сознание, соприкасаясь с миром, то есть они находят некую среднюю линию, в том, что образуется в результате синтеза того, что приходит со стороны мира, и того, что приходит со стороны сознания, образуется некая пленка, и вот эта пленка является картиной мира. То есть сознание является неким конструктивным сущим, которое мир, который мы, как его понимать, мы сейчас будем обсуждать, которое мир преобразует в нечто, что и представляется нашей предметностью. Во-первых, прежде всего, мир преобразует в то, что мы назвали объектами, объектами чувствовавших, но не только. И как бы в этой пленке сразу одновременно находится вся предметность, которая нам доступна. Но вот в таком разговоре возникает некая проблема дуализма. Дело в том, что возникает какой-то... Когда я говорил о том, что есть некий наивный разговор, о том, что существует какое-то там пространство само по себе, пространство внешнее, то теперь получается, что я говорю о том, что существует какой-то сам по себе мир, и непонятно, как он там по себе существует. Если я говорю всегда, что все, что существует, существует для сознания, и рисую имманентность как некий круг, и трансцендентное нам не дано, то когда я рисую другую картинку, когда я говорю о том, что сознание спроектировано на мир, я как будто бы указываю на то, что это все-таки трансцендентное, или мир как бы сам по себе, это мир сам по себе. Он в некотором отношении мыслит. И вот такой дуализм, он чревает противоречия. Вроде как бы в таких терминах высказываться нельзя. Хотя, когда в таких терминах высказывается Кан, то ведь он имеет в виду, что вот эта составляющая представляет собой мир объектов, и для него этот мир можно мыслить, потому что мышление позволяет мыслить мир сам по себе, потому что мир сам по себе представляется и богнауминым. Да, и как бы может мыслиться. Но когда мы задали разговор об имманентном и трансцендентном, и трансцендентном тем способом, что всякая предметность, она всегда имманентна, трансцендентна, вообще недоступна, просто его просто нет, недоступен. То мы уже не можем говорить о том, что соотношение сознания и мира, да, вот оно выглядит следующим образом. Как же мы должны были бы говорить по-другому? Это была первая картинка, дуализм, да? Как же мы должны были бы говорить по-другому? А по-другому следовало говорить в некотором монизме, в некотором внутреннем размышлении. Дело в том, что если исходить изнутри сознания, монизм, то нет никакого мира самому по себе, да? Есть просто сознание. Вот, сознание. И это сознание есть все, что есть. Точнее, не само сознание есть все, что есть, а в сознании дано. Лучше говорить не равно, а дано. Дано все, что есть, да? И, собственно, это и составляет имманентность. Да? Трансцендентное, оно, в принципе, недоступно. Хотя я сейчас рисую его, и вроде как мысль, и вроде как, когда я так рассуждаю, я нахожусь в пределах первой схемы, когда трансцендентное и монентное понимается как разница между чувственным данным и данным посредством мышления. Ну, не данным посредством мышления, а как и доступным с помощью мышления. Да, потому что трансцендентное в той схеме доступно как мыслимое. Хотя я сейчас вроде нахожусь в той схеме, но на самом деле это не так. На самом деле, когда я рисую трансцендентное здесь, и когда я рисую здесь сферу, то я, то трансцендентное здесь указывают только как на отрицание имманентного. То есть все определение трансцендентного означает как отрицание имманентности. Отрицание имманентности. То есть оно полностью отрицательно. и не имеет никакого другого смысла, кроме как отрицания. Чистая отрицательность. Отрицательность и монетности. Поэтому для того, чтобы мне говорить об монетности, мне всегда надо понимать, что это соотносительное понятие. Я не могу говорить только об монетности. Всегда должен указывать, в чем состоит ее трансценденция. Все понятия, которые мы используем, они всегда имеют природу парности. Они всегда имеют природу парности. И поэтому, когда я говорю об монетности, всегда возникнет разговор о том, что является отрицанием этой монетности. Всегда возникнет разговор о том, что происходит. Поэтому я вызваннужден об этом говорить. Хотя в данном рассуждении оно вообще не нужно. оно просто присутствует для того, чтобы удерживать в дискурсе сам разговор. Так вот, мы теперь возвращаемся к монетности. Вот сознание и монетности – это все, что есть. Это все, что дано. Тут уже ничего нет. Есть вот этот шарик, но есть только то, что внутри. И тогда, если в прошлом разговоре у нас не возникало проблем, связанных с тем, каким образом сознание вступает в содержание. Потому что в предыдущем разговоре получалось так, что содержание вступает как бы и со стороны мира, который был трансцендентом, но он трансцендентом, на пути он мыслился. Мир сам по себе. И содержание вступало оттуда. Содержание. Ведь сознание, поскольку оно не является никакой способностью и не является, это положено, какой-нибудь способностью, у него нет своей специфической предметы. Она не является чем-то само по себе, содержательным. Сознание является пустым пространством. Вот я говорю, пространство, силовое поле. У него нет своего содержания. Оно всякое содержание и содержание какой-нибудь способности. Примышление или восприятие, представление. И поэтому в предыдущем разговоре всякое содержание выходило из трансценденции. Содержание вступало в сознание, ведь сознание же не творит мир. Сознание только мир открывает, оно просто является местом открытости, местом, куда вступает сущий, куда вступает мир. И в том разговоре, который я указывал, то содержание вступало в сознание, извиняя, вот этот кантовский разговор. Есть вещи сами по себе, на них субъект направляет свои познавательные способности, и из их взаимодействия возникает феномен или явление, а именно вся содержательность мира, собственно, на которой нам дана. Но тут мы так разговаривали уже не можем. Потому что содержание, оно не может вступить из трансцендентного. Потому что трансцендентно это вообще нам никак не доступно. То есть мы даже не можем так рисовать, потому что вот этого ничего, этого нет. Если сознание есть все, что есть и все, и монетция находится внутри, откуда берется содержание? Понимаете, здесь как бы не является какая-то... в этом нет никакой языковой игры. Дело в том, что если их трансценденция поднимается как отрицание всякой монетности, то тут уже выступить ничего не может. Об этом так нельзя говорить. Давайте еще раз. Содержание должно выступить из трансценденции. Больше ему взяться неоткуда, если сознание мир не творит, да? А трансценденция недоступна. То есть содержание нам недоступно. И всякий раз оно доступно только в форме сознания, да? И вот возникает такая проблема, связанная с тем, что как говорить об этом содержании. Ведь о нем же надо говорить. Если я говорю о том, что содержание вступает в сознание и с трансцендентом, которое вообще никак не дано, или с очистительной отрицательностью, получается тогда, что опять же трансцендентное как-то дано. Оно является познаваемым, поскольку в нем содержится содержание, которое вступает в сознание. Это проблема, связанная с монизмом. Есть другая сторона вопроса. У нас получается такая странная дилемма. У нас получается, что как бы мы ни говорили о соотношении сознания и мира, вот есть некий мир, как бы его сейчас обозначаем, мы не говорим пока, опять же в точных терминах, я потом попытаюсь все точные термины вывести, пока я говорю просто, вот есть мир, есть сознание, да? И между ними есть какое-то соотношение. Соотношение. Как бы мы ни говорили о том, что представляет собой мир, или что представляет собой сознание, либо мы полностью перейдем в монизм, да, и полностью замкнем сознание. Монизм. Монизм – это замыкание. Тогда будет непонятно, каким образом в сознание вступает некое содержание, поскольку сознание содержание не творит, оно является только свидетельствием того, что уже дано. Либо мы говорим о терминах дуализма, да, терминах дуализма, и тогда получается, что у нас возникает как бы представление о неком мире самом по себе, которое не дано сознанию, да. То есть в этом, в монизме получается проблема связана с тем, откуда берется содержание, а в дуализме связаны проблемы с тем, что есть нечто, что как бы не дано сознанию. В любом случае возникает, в принципе, непреодолимое препятствие, да, о том, как нужно излагать соотношение сознания и мира. И вот на пути этой проблемы, путь решения этой проблемы связан не с тем, что мы выберем одну из возможностей. Мы бы могли выбрать одну из возможностей и наставить на том, что эта возможность является правильной, а другая возможность, ну, либо, я имею в виду, либо монизм, либо дуализм является неправильной, да, и можно привести доводы в защиту одной позиции, можно привести доводы в защиту другой, соответственно, и критику сделать два, и, соответственно, привести, и наоборот, привести критику в отношении первой позиции, привести критику в отношении второй позиции. То есть здесь можно сколько угодно рассуждать, и как бы это рассуждение на протяжении всей философии, ну, скажем так, начиная с Канта, мы наблюдаем, да, фактически вообще вот этот разговор и постановка вопроса не имеет никакого значения. Да, потому что как не обратись в попытки понять соотношение сознания и мира, дело в том, что нам это понимание просто недоступно. О чем я здесь говорю? Дело в том, что вот я говорил о том, что все, что мы понимаем, мы понимаем в некоторой схеме. И когда мы пытаемся вот понимать, не всегда мы понимаем с помощью некоторой схемы. И когда я рисую на доске различия между мир и сознанием, то на самом деле это есть некая простейшая схема, да, двоица. И как бы я не пытался эту двоицу элиминировать, поскольку сама схема изначально является различенной, это различие везде проступит. То есть вот это вот двоица различия, да, которое дано в схеме, которое дано в самой схеме, в самой схеме, которую я здесь перевожу, оно не может быть элиминировано, оно всегда остается. Мы можем сколько угодно границы двигать, да, вот границы, вот есть имманентная. Мы сколько угодно можем границы двигать, да, можем говорить о том, что имманентная есть только чувствуемая, тогда трансцендентная мысльца, а можем просто имманентную возвести вот то, что я назвал предметностью, и тогда трансцендентного вообще будет отсутствовать, оно вообще будет непознаваемо, его просто нет, да, оно является чистой отрицательностью, да, потому что все положительное, все, что доступно, оно является внутри, останется. Как бы мы эту границу не двигали, тем не менее, эта двоица всегда останется, потому что вообще вот эта двоица, вот само проведение границы указывает на эту двоицу. А не указывать на эту двоицу в таком рассуждении мы не можем, потому что сознание не является чем-то самодостаточным, да, Сознание вступает в содержание как бы извне. И вот это вот теперь, и для того, чтобы это понять, каким образом сознание вступает в содержание извне, мы должны прояснить это понятие извне. Дело в том, что когда мы говорим, что, или ставим вопрос так, вот я говорю о том, что все дано в сознании, да, все, что есть, есть для некоторых сознания. Становится вопрос, а есть ли что-то вне сознания? Этот вопрос аналогичен, если брать некие исторические аналогии, аналогичен вопросу до того, как Бог сотворил мир, да? А было ли что-то до того, как Бог сотворил мир, да? То есть как оно было? И богословы здесь как бы мучились, стужились, как бы и решили, что до того, как Бог сотворил мир, было ничто, и Бог сотворил мир как бы из ничто. И здесь такая словесная увертка, то ли ничто есть, и оно было, и значит оно было рядом с Богом, а если оно было рядом с Богом, значит это противоречит его всемогуществу, оно как бы это Бога ограничило. Либо ничто было ничто, то есть его не было, а если его не было, то как Бог из него сотворил мир? То есть вся вот эта логика, которая здесь проявляется между связью сознания и мира, она на самом деле аналогична этой логике соотношения Бога и мира. В каком-то отношении логика двоиц, мир и сознание, она параллельна пониманию соотношения мир-бог. Мир-бог. Но только разница состоит в том, что Бог-то творит мир, а сознание мир не творит. И тем не менее, вот эта аналогия, она прослеживается. Здесь возникает проблема, связанная с тем, что было до того, как Бог сотворил мир, как существовал этот мир. Его просто не существовало. А тут возникает проблема, что поскольку сознание мир и не творит, а оно связано с миром, и оно в вас перенимает мир, содержание вступает в сознание через мир, то проблема связана с тем, каким образом мы должны с одной стороны говорить о двоице, а с другой стороны всегда держаться сознание. Для того, чтобы разговаривать в строгих понятиях, для того, чтобы не опускаться на вот этот внешний разговор, какой я говорил, что когда осознание, когда представляет о том, что как бы есть нечто вне сознания, вот как вот рассуждает Канн, мир сам по себе. Как бы вне сознания, как он есть? Он, конечно, мыслит, но как он есть вне сознания? Каким образом? То есть его как бы, и как бы его и нет одновременно, да, и как бы он есть. Вот сама эта постановка вопроса, вот эта сама постановка вопроса, это двоице, есть некая проблема. И проблема эта связана просто с пониманием. И поэтому мы пока вопрос, связанный с объектом, оставляем, И для того, чтобы его прояснить, дело в том, что мы не можем его прояснить непосредственно, да, непосредственно используя схему субъекта объектного различия, да, вот как она дана, мы ее прояснить не можем. Возможно, проблема этой непроясненности самой, самого понимания соотношения сознания и мира связана с тем, что не прояснен, что такое субъект. Ведь на самом деле, когда вот я рисую субъект-объектное отношение, это схема, да, вот наша схема понимания, вот она субъект-объектное, когда я его рисую, я уже рисую двоицу, да, и эту двоицу я никак не могу преодолеть. То, что есть в начале, это различие, это различие, да, оно будет везде. Как бы я ни выкручивался, какие бы слова аккуратные я ни придумывал, всегда будет двоица. И двоица я иллюминировать не могу. Единственный способ, каким я могу иллюминировать двоицу, если изначальная схема будет схемой одного. Но в той философии, которую мы рассматриваем, эта схема одного быть не может. Поэтому мы перейдем теперь к другому полюсу. Может быть, если проясняем полюс субъектности, мы, может быть, поймем потом, как разговаривать об объектности. Давайте теперь возьмем второе. Второй полюс и будем говорить о субъекте. Пытаемся понять, что такое субъект. И нам очень важно соотнести понятие субъект с понятием сознания. Для того, чтобы это сделать, тут есть некая сложность. Я различаю два способа представления о том, что представляет собой субъект. И это различие является существенным. Почему? Потому что оно дано в разных контекстах. В контекстах опыта. А поскольку оно дано в разных контекстах, мы их различаем. Что значит различить? Это значит указать на контекст. Если есть два разных контекста, и в каждом контексте нечто определено, то для того, чтобы их отождествить, требуется дополнительное некоторое усилие. Первый контекст связан с тем, что вот есть предметы. И эти предметы каким-то способом направлено нашу активность. Направлено интенсивно. Активность. Собственно, то, что феноменологически дано, это сами предметы, и активность, которая на эти предметы направлена. Вот предметы и активность, я эту активность предлагал называть некоторыми векторами. Почему? Потому что есть некое существенное различие между предметной областью и областью то, откуда идут интенсии. Вот, собственно, субъект объекта в нашем развлечении. Предметность – это более широкое понимание объектности. Потому что я говорил о том, что объект – это объекты мира, а предметы – это является все, что нам, в принципе, доступно. И вот в этом развлечении, субъектом развлечений, можно ввести как причину, или то, откуда идут интенсии, обозначить его некоторым субъектом. Зовем его субъектом один, это будет субъект арта. Или субъект интенсии. Дело в том, что сам этот субъект не дан, он только примысливается как причина, причина или источник интенсии. Это вот та самая причина или источник, как вот если братья аристотельское развлечение, четырех причин, это как действующая причина, причина толкающая. Действующая, толкающая. Когда мы будем говорить о воле, будет очень важно вот это вот развлечение, что эта причина является действующей и толкающей. Сам субъект не дан. Почему субъект не дан, это связано с тем, что мы понимаем под рефлексией. Я пока сейчас на этом останавливаться уже точно не буду, потому что это уже точно далеко нас заведет. Но этот субъект актов или субъект интенсии, он не дан. Это вот первый способ, каким вводится субъект. А второй способ введения субъекта связан с тем, что у нас есть некоторый цельный опыт, который я уже говорил о нем, это опыт внутреннего проживания времени, опыт проживания бытия или проживания самого себя. Вот некоторые такой опыт. Можно его рисовать вот так. Субъект 2. Вот в этом опыте проживания самого себя, проживания времени, опять же, есть некий субъект, который, собственно, проживает это все, но он дан не через субъект объектное различие, не через интенсии, а он дан как-то непосредственно. под путем какого-то проживания или переживания. И вот эти два способа, каким даны два субъекта. Это субъект актов, а это субъект проживания. Совершенно различный опыт. Этот опыт является постоянно генерирующим. Активность некоторая, направленная на предметы, когда он удерживается только благодаря тому, что предметность, это поле предметности, оно как-то присутствует. И поэтому на это поле предметности постоянно направлена наша активность. Наша активность, и предметность, она находится в некотором взаимодействии. Но если говорить аккуратно, на самом деле, нельзя говорить о том, что предметы заранее даны, до того, как даны интенции, или... Но с другой стороны, куда направлены интенции, если сами предметы не даны. Но этот вопрос мы сейчас обсуждать не будем. Он просто вообще заведет далеко. Конечно, более строго надо по-другому немножко вводить. Но я на этом опять сейчас заостряться не буду. Просто предположим, что все здесь понятно. Даны предметы, и на них направлена активность. Есть первый субъект. Есть второй субъект. Что нам здесь важно? Нам здесь важно, на самом деле, что мы должны понять, где здесь находится сознание. Да, вот смотрите, здесь как бы вот вроде... Дело в том, что вот эта активность или интенция, это активность, связанная вот с тем, что я назвал способностями. Почему? Потому что каждая способность соответствует предмету. У нас есть способность преднимания, способность мышления, способность чувствования. Ну, это просто разные слова. Они, может быть, эти способности в нашем языке пересекаются. Но как бы в некотором отношении для каждой способности уплачивать свой предмет. Например, видение всегда уплачивает то, что соответствует видению. Это образы, некоторые краски. Слух всегда уплачивает то, что соответствует возможности слуха. То есть, звук и так далее. Вот как бы все способности в некотором отношении, они соотнесены. Вот наша активность, иначе говоря, и предметы, они соотнесены. Вот она... И это соотнесено, что здесь нарисовано. А с другой стороны, вот как бы второй субъект, который является субъектом проживания, это и есть наше Я. Вот это вот есть наше Я. Именно почему? Потому что мы на самом деле себя ассоциируем именно с опытом внутреннего проживания. Опыли проживания своего бытия, или вообще проживания времени, проживания бытия, можно так говорить. Это вот некий экзистенциальный опыт. Это тот опыт, на который указывает Хадиги, когда говорит о Дазане. Да, вот Дазан тогда описывается в экзистенциалах. Это он имеет в виду вот этого субъекта. А вот этот субъект является классическим субъектом. Так понимает субъект классической философии. Это как бы вот то, как понимать субъекта. Хадигид на какой позиции он стоит? Он с этой позиции кофейкует первое понимание субъекта. Субъект объектным отношением. Субъект объектной схемы. Которым считают, что эта схема является некоторой ложной идеологией. Вот мы ввели эти два субъекта. Вот теперь нам надо понять, где тут находится сознание. Дело в том, что когда я все это говорил, когда я все это рисовал, я опять же использовал некоторую схему. Мы говорили о том, что сознание связано с пониманием. Сознание накладывает на все, что вступает в его сферу, в некоторую схему. То есть, если сознание в принципе является пространством, то смысл, что оно в частности является неким схематичным, схематической активностью. И когда я вот это все делал, на самом деле я опять же совершал некую схематическую активность. Где находится сознание? А сознание это находится вот оно, с моей стороны. Да, вот теперь если указывать на то, где находится сознание, то надо было бы как-то рисовать со стороны. Со стороны. Ну давайте я свое сознание, которое направлено на вот это различение, укажу как бы сбоку. Вот есть некое сознание, мое сознание, которое свидетельствует это. Ну или ваше, которое, когда вы смотрите это видео, свидетельствует. Со стороны. Сознание свидетельствует со стороны опыт интенсиональной активности. Сознание свидетельствует, видимо, и опыт проживания. Как иначе бы опыт проживания был дан. Ведь мы говорили о том, что все есть для некоторого сознания. И если оно вообще есть, если оно вступило, если я о нем вообще могу говорить и говорю о том, что такой опыт есть, значит это и есть опыт, в котором сознание засвидетельствовало, что этот опыт есть. То есть, вот это вот свидетельствующее сознание, оно всегда присутствует. Смотрите, получается, что свидетельствующее сознание фиксирует и сами интенции, и переживания. Иначе говоря, сознание есть то пространство, ведь оно свидетельствует не только вот здесь, на доске. Я ведь свое живое сознание, живое сознание, сейчас попытался опять схематизировать и попытался сделать рефлексию второго уровня. Вот была рефлексия первого уровня, когда я описывал, как устроено два субъекта, а теперь я попытаюсь опять рефлексию второго уровня сделать. Это состоит в том, что, в чем состоит пространство, в моем живом сознании, вот эти вот развлечения, которые я сделал, они на самом деле зафиксированы, они зафиксированы, они присутствуют. Все вот эти интенсии, вся активность, которую я как бы в своем опыте, ведь когда эта активность непосредственно совершалась, я ее фиксировал в своем опыте. То есть я над этим размышлял и пытался понять, в чем состоит, например, мышление, в чем состоит восприятие. Всю вот этот схематизм, весь этот схематизм я ведь сначала пытался увидеть в своем личном опыте, а потом попытался этот схематизм уже обобщить и указать, в чем состоит, собственно, всеобщее, как мне кажется, представление об этом. И вот весь этот схематизм и весь этот опыт, который я засвидетельствовал в данной схеме, он на самом деле происходит внутри сознания. И внутри сознания происходит не только фиксация самой схемы, но представим, что сейчас уже совершается некоторая активность, сейчас совершаются некоторые проживания. И все это проживание свидетельствует сознание, то есть сознание всегда находится вовне, то есть живое сознание, оно всегда свидетельствует всякого рода попытку ухватить сущность того, что представляет собой субъект, и сущность того, что представляет собой наша активность. Где находится тогда живой субъект? Вот, допустим, мы говорим о живом сознании, сознание свидетельствует этого. Что значит сознание свидетельствует? Это означает, что внутри различие, которое представляет собой сознание, оно является пространством, и пространством в смысле различенности, внутри. Вот есть некий планшет сознания, и вот внутри этого сознания, это планшет сознания, есть различенность, многообразная различенность. И свидетельствование состоит в том, что эта развлеченность констатируется. Я, конечно, сейчас, может быть, говорю некоторые, какие-то автологические, может быть, вещи, потому что непонятно, сказатель свидетельствует или сказатель констатации. Во многом это, конечно, является чем-то похожим. Но суть вопроса состоит в том, что, если брать уже саму суть, а не слова, что есть некая разнесенность, некая пространственная развлеченность. И только благодаря этой пространственной развлеченности вообще я могу внутри себя все эти различия, которые я здесь схематизировал, внутри себя эти же различия фиксировать. Иначе говоря, мы говорили, когда говорили о понимании, вот была схема, была некоторая схема. Эта схема могла из реальности, да, из реальности выходит только то, что в этой схеме различено. Иначе говоря, реальность представится такое, как бы, бесконечное многообразие. Представьте себе реальность бесконечное многообразие. Я пока сейчас говорю внешним языком. Пока, как бы, опять же, не строгих термин, а для того, чтобы донести смысл. А схема выхватывает из этой реальности только некоторые моменты. Реальность бесконечного многообразия, да, в небесконечное богатство, да. А вот схема, она какое-то конечное, конечное какое-то различение. И вот это конечное различение я вот так ухватил сейчас. Я вот, и когда рисовал эту схему, и когда сам ее пытался продумать в своем личном опыте, я все равно схематизировал. Для меня эта схематизация, она являлась моим опытом. И всегда получалось так, что несмотря ни на какую схематизацию, существовало нечто внешнее, а именно свидетельство живого сознания, которое все это, которое нельзя схватить, скажем так. Вот это вот живое свидетельство, живое сознание, оно принципиально не может быть концептуализировано. Почему? Потому что всякий раз, когда я попытаюсь его ввести в некоторую схему, вот, допустим, вот смотрите, вот, допустим, вот есть наша схема, субъект Олег. Всякий раз, когда я буду вводить некоторое сознание, да, всякий раз, когда я буду пытаться это сознание концептуализировать, я опять буду вне этой схемы. То есть, мое реальное живое сознание опять будет находиться здесь, живое. Ну, как если я нарисовал здесь живое и представил его, да, и попытаюсь, опять же, схематизировать понимание того, что я понимаю, то есть, это вот, это рефлексия первого уровня, да, а это рефлексия второго уровня, то теперь должна возникнуть рефлексия третьего уровня, да, вот. Вот, но опять же, это же некий, это уже не живое сознание, да, это вот это живое сознание как бы уже здесь. На самом деле, как бы я ни продолжал, вот этот регресс, рисование схемы, он уходит в бесконечность, бесконечный, бесконечный регресс. И поэтому закончить я этот регресс могу только тем способом, что я не буду указывать, где находится сознание живое, я просто буду говорить, что живое сознание это вот мое сознание, или ваше. И чтобы преодолеть этот регресс, надо говорить о том, что есть некое, некоторое живое сознание, которое представляет собой некую пространственность. Сознание представляет собой некую пространственность. Пространственность, внутри которой, собственно, Есть многообразные различия. Различие. Мы это рисовали вот так. Есть сфера нашей имманенции. Сфера имманенции. Тут ничего нет. Трансцедентно, но оно пусто. Тут вообще ничего нет. Как бы его рисовать не надо было, но как-то не надо все-таки схематизировать. Вот сфера имманенции. И вот в этой сфере имманенции присутствуют различия. И мы можем, когда мы говорим о сознании, мы можем говорить только об этих различиях. И говорить, что на самом деле сама возможность этих различий обеспечена тем, что есть сознание. Вот это вот сфера сознания. Только как бы живая, но опять же надо помнить, что живая эта сфера это моя сфера. То есть я пытаюсь все-таки схематизировать на самом деле. Неизбежно. Иначе просто говорить непонятно как. Я сейчас пока говорил, думал, как это вообще говорить, если не схематизировать. Вот есть некая живая сфера сознания. В этом сознании есть различие. И вот это живое сознание, оно на самом деле постоянно делает только то, что свидетельствует это различие. То есть сознание как бы и есть некое различие. Когда я говорю есть различие, это опять некая уловка языка. Конечно же сознание не свойится к пространству, не свойится к различию. Но в этом различии и в пространстве мы что-то можем, мы как-то высказываем определенность того, что есть сознание. Поэтому я предлагаю увидеть это, что есть возможность различения. И вот эта возможность различения, она присутствует в сознании. Причем возможность различения именно пространства. Потому что сознание, как я говорил, это вот такой уступ. Уступ у нас стоит во времени. И поскольку сознание стоит во времени, время в сознание вступает только как логическая категория. Никогда не вступает как категория реальная. Потому что реальная категория времени, оно есть переживание. Мы меряем время через переживание. Время внутри сознания это только логическая категория. Потому что времени для сознания не существует. Но оно существует для человека. В смысле, что время мы проживаем, есть реальное проживание, мы верим в это проживание времени, верим в время с помощью внутреннего проживания времени. Но пока этот разговор оставляем, знание принципиально пространство. Пространство нам в том смысле, что у него различия даны сразу, все различия даны сразу. Даже если время есть, которое понято как логическое время, оно все равно различено. Оно отличается от этого различия, от этого еще одно различие. Потому что, видите, когда я говорил о том, что мы перешли в сферу предметности, вот здесь это сфера предметности, не сфера объектности, а сфера предметности, все различия, какие только существуют, здесь даны и логические различия, и различия представлений, и различия объектных, все различия, вот все эти различия даны сознанию. Живое сознание, или живой субъект здесь надо говорить. живое свидетельство. Ну вот здесь опять возникает разговор о субъекте. Вот он как раз здесь, мы к нему сейчас подошли, поэтому я как бы вот так затруднился. Дело вот в чем. Дело в том, что здесь есть еще следующая проблема. Наш язык преневоливает нас всегда говорить о том, что... Говорит в следующей категории. Вот есть в категориях субъект действует. Действует, да? Язык. О чем я говорю? Смотрите. Вот, допустим, есть такой феномен, на него Ницше обращал внимание. Вот феномен молнии. Феномен молнии можно описывать как? Ну просто вот есть некий феномен, если нет, этот феномен представляет некую собой ценность, и он проявляется, многообразно проявляется, да, в своих проявлениях. Там оно... Это и сверкание, и там, и там, и возникает от него громыхание, там, да, и там, с полохи на небе, и многое проще чего, да. Ну, это некий феномен, многообразно там, и связанное там с электрическими какими-то эффектами и прочее. Но ведь можно сказать о том, что... Ну, как... Над чем издевается Ницше, и говорит, что мы доверяем грамматике языка, что молния сверкает. Что это значит? Один раз у нас такой феномен, как молния, выступил субъектом, а другой раз такой феномен, как молния, выступил тем, кто действует, да, действием этого субъекта. Иначе говоря, говорит Ницше, что мы удваиваем феномен, да, когда говорим, что субъект действует. Когда мы имеем в виду, конечно же, нашего субъекта, то вроде как вот такого вот удвоения не возникает. Когда мы говорим о феноменах, да, внешних, да, таких, как молния, там, то возникает такое вот желание удвоения, да, вот, как бы язык, на самом деле, к этому нас принуждает. И вообще культура наша, это эпоха, там, анимизма, там, как вы там много говорили, там, или вообще обожествление сил природы, оно вот как раз связано с тем, что мы всякое действие всегда понимаем как волю, да, вот. Почему субъект действует? Потому что у субъекта есть некая воля, да, вот. И субъект как бы валит, он не просто действует, вот, это есть, есть индеферентный субъект, да, независимый, и он, как бы, производит некое действие. И так же вроде как с молнией, да, что есть некий, как бы, субъект, вот, который, допустим, там, Зевс, Громовежес, да, и вот он, как бы, вот, создает такой феномен, как молния. То есть некий субъект, и есть некое действие этого субъекта. Так вот, вот эта вот идеология, что есть субъект, а есть действие, то субъект, да, вот идеология связана с понятием воли, тогда, когда мы приступаем к такому вещи, как сознание, можно ли так говорить? Можно ли говорить о том, что есть некий субъект, да, который на самом деле является причиной сознания? Причиной или волей, волей сознания. Можно ли говорить о таком, о такой идеологии, что сознание есть некоторое действие, некоторого индиферентного субъекта, то есть есть как бы субъект, он ничего не сознает, как бы индиферентный, потом раз, валит и начинает сознание. Мы понимаем, что такого быть не может, потому что если сознание нет-нет-ничего, если сознание нет-ничего, это означает, что субъект, в принципе, с сознанием не связан не таким образом, да, не тем способом, что субъект валит, сознание является причиной сознания, там, да, не так. Ну, здесь, как бы, когда мы говорим субъект, причиной сознания, то имею в виду, что субъект так-то. Но ведь субъект нельзя понимать, никак субъект проживания. Почему мы говорили об этом? Потому что, что такое субъект проживания? Это вот я, да, который стоит, вот есть с одной стороны сознание, с другой стороны вот как бы все остальное, которое относится к сознанию, движется. И вот я, это вот есть как бы вот ничь, которое одновременно, с одной стороны, является в сознании, да, а с другой стороны находится в переживании. И только благодаря этому есть такой феномен, здесь я опираюсь уже как бы на феномен, да, как это внутреннее сознание времени. Его можно объяснить только тем способом, что вот я на самом деле, оно не является сознанием, да, и оно не является причиной этого сознания. И вообще, как бы, оно просто с этим сознанием связано. И поэтому в общем случае нельзя говорить о том, что субъект и сознание, нельзя в общем случае говорить о том, что субъект есть причина сознания. И более даже того, и более того, нельзя даже говорить о том, что вот есть некий индифферентный субъект, да, индифферентный, который, может быть, как говорить, что сознание есть пространство, вот оно пространство, да, вот это пространство сознания, а субъект, как бы, через это пространство, как бы, соотносится с объектами. В каком-то отношении сознание является некой средой, да? Средой, через которую субъект соотносит с объектом. В данном месте, конечно, вот так вот, и объекты, и субъекты, все дано внутри сознания. И вот субъект соотносит с объектом, как бы, через пространство сознания. И так говорить даже нельзя. Нельзя, в принципе, как бы, вот, произвести какое-то различие между субъектом и сознанием. Ведь когда мы так говорим, мы имеем в виду, что субъект и сознание отличаются. Вот есть некий, я еще раз говорю, инферентный субъект, который не имеет никакого отношения к сознанию, да? Как бы не имеет, потому что он дан, как бы, вот видите, в данном случае, как бы отдельно от сознания. На самом деле все это не так. На самом деле соотношение субъекта, ну, и сознания, оно непростое, по крайней мере. И вот есть предположение, что вообще никакого субъекта нет. Да, вот то, что мы постоянно примысливаем некоторых субъектов, когда говорим о сознании. Ну, я имею в виду, когда говорим о сознании, да? Когда говорим о сознании, то мы поддаемся соблазну некоторой словесной привычке. То есть мы привыкли просто всегда всякому действию приписывать некоторые субъекты в качестве его причины или в качестве его источника. Либо в качестве некоторой валящей инстанции, да? Вот есть некая валящая инстанция, да, которая является причиной смысле воли, да, и некоторых рододействий. Так вот, когда мы говорим о сознании, нельзя, видимо, говорить о субъекте вообще сознания. Есть некая-то такая вещь, по отношению к которому нет никакого субъекта. И сознание, с другой стороны, не является некой средой, внутри которого погружен субъект. Потому что субъект, опять же, если субъект отличается от сознания, то он просто является некоторым родом объектом. Вот, смотрите. Вот когда мы говорим, допустим, я. Вот есть сознание, да, вот наш замечательный шарик. Давайте вот на этом рисуем. Вот есть сознание, наш замечательный шарик. Ну, вне этого шарика ничего нет. Где находится я? Ну, ведь я и находится внутри этого сознания. Вот внутри этого сознания есть я. Ну, а мы же ведь говорили о живом сознании, о свидетельстве, да? То есть, живое сознание свидетельствует и о яе. То есть, я является тоже, в том же самом, как некоторым предметом. Я является предметом. Субъект, когда мы говорили о субъекте, он не дан. Поэтому, как бы, в каком-то смысле он не является предметом, да? И это уже на что-то указывает. Живое сознание никак не дано, да? Почему не дано? Мы можем, конечно, сколько угодно рисовать его, да? Но мы уйдем в грезвие сходности. То есть, оно как бы есть. Мы понимаем, что оно есть, потому что мы есть. Но оно никак не дано. Оно не является объектом. Возникает такое странное понимание субъекта, которое сейчас я сформулирую. Субъект — это то, что никогда не дано. То, что не дано. Принципиально не дано, что не является... Но это не определение, да? Это я просто указываю в существенную очередь. Что не является объектом, возможным объектом. Объектом. То есть, субъект всегда по ту сторону этой сферы. В этой сфере субъекта быть не может. Потому что даже если говорим мы я, и я является указателем на самого себя, то это все равно некоторого рода объект. И значит, сразу уже не субъект. То есть, субъект не может лежать в сфере сознания в качестве какого-то объекта. А это значит, что он не может быть дан никак. Это означает, что на самом деле во всех наших рассуждениях всякого рода предположения о субъекте должно быть предположением его неданности. И когда я рисовал субъект, это схему субъект-объектную, и говорил о том, что субъект артов не дан, и когда я сейчас рисую, говорю про я, то и это я не дано. Почему? Оно дано. Если это... Неправильно я говорю. Если это я дано, то это я не является субъектом. Вот я же... Мы же сейчас ищем вот этого нашего субъекта, да? Этот субъект тоже не дан. Потому что если я дано, то он не является просто субъектом. И получается на самом деле, что нам негде искать субъектности. У нас возникает такая странная дилемма. Если субъект не дан, да, никак, в нашей сфере, а наша сфера, которую мы рисовали, сфера имманенции, имманенции, это же ведь все, что есть. Ничего другого нет. Вот тут трансцендентно, это чисто отрицательность. Если субъект не дан, да, то его просто нет. То есть, тут, понимаете, вот тут вопрос языка. Вот мы говорили, субъект не дан. Ну а в каком смысле? Когда я рисую субъект объектную сферу и говорили, что субъект не дан. Да? Но ведь субъект объектную сферу я нарисовал. Ведь что-то же я к квадете подразумеваю, когда я рисую эту сферу. Вот, субъект не дан, но субъект объектную сферу я нарисовал. Понимаете, тут на самом деле вопрос того, как теперь употреблять термины. Почему субъект не дан? Потому что субъект не может стать объектом. А когда я нарисовал субъекта, в каком-то смысле он стал мыслимом объекта. Поэтому я вообще, поэтому я предлагаю вообще говорить о бессубъектной антологии. Нет никакого субъекта. Пусть у нас будет вот субъекта объектная вот такая схема. И то, что мы говорим про субъектов, и определяем их. Пускай это есть нечто мыслями, то, что можно перемыслить в качестве причины или того, откуда идут акты. Пусть. Но есть некое живое сознание, и это живое сознание является свидетельствующим. Нам надо... Ну, я предлагаю, я предлагаю прежде всего то, в смысле, что в качестве некоторой возможности попытаться... Я пытаюсь сейчас выставить некую новую методологию. Я говорю о том, что есть некое живое сознание, и это и есть тот субъект, который не дан. Но ведь если я скажу, что сознание является субъектом, то сознание там в каком-то смысле давно. Тут вот надо понять, как надо говорить. Вот есть, скорее, вот эта вот сфера различения. И эта сфера различения есть все, что есть. И если мы над этим настаиваем, то не нужно премысливать какого-то субъекта, со стороны которого идут вот эти интенсии. Со стороны которого идут вот эти вот свидетельствения. Свидетельствения — это и есть все. Вот когда я говорил, молния сверкает, и мы удваивали когда молния сверкает, мы удваивали существ молнии. Некий единый феномен повторяет два раза. Точно так же и здесь. Не надо сознание повторять два раза. Ведь получалось бы, что я говорил бы один раз сознание, то есть как некий субъект, нет, субъект, а потом раз второй говорил сознает, да, как действие этого субъекта. То есть я опять же, точно так же удваил бы сущность. Вот давайте сущность не будем удваивать. И говорить о том, что на самом деле все есть в сознании, и больше ничего сказать нельзя. Нет никакого субъекта. Субъекта нет, безсубъектная антология. И в этой безсубъектной антологии собственно все, что есть, это есть только сознание. И в этом сознании дано многообразие. Вот то наше многообразие, которое я уже многообразно много раз дорисовал, вот сфера имманенции. Вот теперь как бы возникает еще одна проблема. В этой сфере имманенции все можно теперь если мы перешли уже на бессубъектный разговор, мы должны говорить о том, что все, что есть, есть нечто развлеченное. Но сводится ли тогда, ну как мы тогда сознание отличим, как отличить сознание от самих предметов? как отличие. Ведь для того, чтобы вы говорили о том, что сознание отличается от предметов, вот от этой сферы имманенции, да, вот условно говоря, вот сфера имманенции это все, что дано, да. И все, что дано, одновременно, вот это все эти различия, да, которые ухватываются. Я говорил о том, что вот эти сами эти различия существуют только благодаря тому, что сознание так устроено, оно вот или есть нечто пространственное, да, и благодаря этому пространственному сознанию оно и может фиксировать сами объекты, которые тоже являются, сами объекты, как вот эта вот пространственная различенность. Ну, тогда получается, что как мы отличаем сознание предмета от самого предмета, вот различие, как сознание отличить от предметов, или иначе говоря, как сознание предметов отличить от самих предметов. Опять возникает вот это вот наше двоице, да, опять как бы вот напрашивается сознание с одной стороны, да, а с другой стороны предметы. Ну, этот вопрос, это как бы образличение опять же неизбежно. Для того, чтобы это различие зафиксировать, мы говорили о том, что мы находимся сейчас в бессубъектной антологии. Это не означает, что субъектно-объектное различие не присутствует. Просто мы отказываемся от дублирования термина сознания два раза. Либо мы должны всегда говорить субъекты, тогда вообще не говорить сознание. Либо мы должны всегда говорить сознание, тогда не говорить субъекты. Иначе, говоря о сознании, субъект – это одно и то же. И так, чтобы мы не путались, чтобы не повторяли эти два термина, мы решили, что есть только один термин – сознание. И будем теперь говорить о сознании как о субъекте. И вообще слово «субъект» не употребляет. Все вот есть для сознания. Теперь нам надо понять, как сознание отличается от предметов. Потому что как сознание и предметов отличаются от предметов. Потому что есть же две проблемы. Первая проблема – это отличение сознания от субъекта, и мы поняли на самом деле, что отличить их невозможно, что их различие лежит вне рамок нашей возможности. А можно ли теперь с другой стороны, да, вот у нас две стороны есть, как бы вот есть сторона, как бы вот субъект-объектом отношения у нас две стороны были, вот мы со стороны субъекта. Различие, и мы поняли, что субъект и сознание неразличимы, да, что субъект, субъект и сознание – это нечто неразличенное, неразличенное. Ну и остается на самом деле минимальный шанс того, что в реальности они различены, а просто нам не хватает каких-то возможностей для того, чтобы это различие провести. Собственно, проблема и состоит в том, что, может быть, я действительно выразился несколько, более резко, чем требовалось. Дело в том, что проблема состоит в том, что они неразличены, что когда язык наш не позволяет их различить, язык только позволяет их два раза продублировать, да, один раз сказать, как будто бы… И тем самым язык думает, что… Точнее, мы думаем, когда говорим на языке, думаем, что что-то мы понимаем, когда дублируем, говорят, что там субъект – сознание. Это когда дублируем, когда субъект и сознание различаем тем способом, что в сознании есть причина, что субъект есть причина сознания, или там, что субъект есть нечто динферентное, которое в сознании, находится в сознании, когда сознание, например, понимается как состояние. Да, насчет того, что как раз к этому вопросу относится еще одна важная тема, связанная с тем, что называется «состояниями сознания». Да, вот есть такое развлечение, что сознание может иметь различные степени ясности. Да, вот мы говорим о том, что есть ясное сознание, также говорим, что есть смутное сознание, сознание, сумеречное, да, вот сумеречное сознание. Различные степени ясности. И вроде как можно говорить о том, что есть такое понятие, как состояние сознания. На самом деле, в силу неразвлеченности между субъектом и сознанием, между я и сознанием, то, что мы называем состоянием сознания, есть некая наведенная сущность со стороны я. Да, вот наше я, как диполь, она с одной стороны опирается на сознание, с другой стороны на проживание, да, наше я. И вот состояние я, потому что я и сознание как-то очень сильно связаны, они наводятся на сознание, индуцируются. Индуцируются. И поэтому мы говорим, когда мы, когда наше я находится в проживании, в каких-то определенных состояниях, потому что вот ясное сознание, смутное сознание, все как бы указывают на то, вот на некие интенсивности, да, с одной стороны, но с другой стороны на некие проживание. И вот из того, как я себя чувствую, оно как бы наводит на сознание вот эти вот вещи, как ясное, смутное и сумеречное. Ну и там понятно, что тут интенсивность, там может быть разная. То есть на самом деле то, что мы говорим про состояние сознания, это на самом деле некоторого рода ловушка такая. Сознание, оно как было, так и остается некоторым пространством. Оно, конечно, может быть разной интенсивностью, но не в смысле того. Но эта интенсивность не в смысле ясности, а интенсивность в смысле внимания. Если интенсивность внимания, мы как бы сосредотачиваем внимание, как бы полностью уходим в созерстание, допустим, какого-то объекта мира. Вот, когда я говорил об интенсивности, когда я говорил о силовом поле, я имел вот эту интенсивность. А вот ясность, смутность, это на самом деле состояние сознания, которое интуцировано состоянием я. Я может быть просоночное, оно проснулось, и его сознание является сознанием неясным, еще смутным. Потом оно там прояснилось, и вроде как и сознание, и состояние сознания изменилось. На самом деле никакое состояние сознания не изменилось. Сознание как было в пространстве, так и осталось. Но сознание может интенсифицироваться тем способом, что внимание, да, вот оно, я фокусирую внимание на чем-то одном, и полностью на нем созерстатачивается. Тем самым, как бы я интенсифицирую это пространство. И вот в этом разговоре уже проглядывает, что пространство сознания является чьим-то однородным, да, оно может быть интенсивным, на него наводятся какие-то индукции со стороны я, да, со стороны... И поэтому, как бы, возникает некий вот разговор, да, что вроде как сознание можно отличить от предметов. Вот давайте этим займемся. Опять же, я этим сейчас буду заниматься феноменологически, потому что строгое изложение всего вопроса требует времени, да, и требует некой продуманности всех ходов. Все ходы должны быть взаимосвязаны, продуманы, и поэтому, если бы было у меня строгое изложение, мне бы требовалось бы какие-то единые термины, да, и я бы не должен был бы излагать как-то вот как сейчас, да, там, спорадически перескакивая от термина в термина, да, используя их только для того, чтобы прояснить, о чем вообще речь идет. Вот давайте подойдем к этому вопросу, вопросу о неоднородности сознания. Итак, рисуем нашу сферу сознания. Она неоднородная. Сфера сознания. Сфера сознания. Она же сфера иммуненции. Сфера иммуненции. Потустороннего этой сферы ничего нет. Все находится внутри сознания. Мы пока не обсуждаем разговор, связанный с объектом, мы к нему потом попозже перейдем. Что значит сознание неоднородное? Действительно, вот мы говорили о свидетельствовании. Вот характеристикой сознания является свидетельствование. И свидетельствование состоит не в том, что есть некий центр, да, вот, допустим, этот центр. Действительно состоит не в том, что есть некий центр, откуда происходит свидетельствование. Мы не можем предполагать, что этот центр есть. Если бы этот центр был, то можно было бы в каком-то отношении говорить о том, что есть субъект, а вот этот субъект, есть этот центр, и все хорошо. Мы говорили о том, что вот эта неразличенность субъекта и сознания указывает на то, что другого центра нет. Но что есть? Но что-то есть. А что есть? А то, что вот эти все вектора, которые я указываю, интенсиональные, и в том числе и в свидетельствении, а свидетельствование происходит, вот живое сознание что-то свидетельствует, они являются направленными. То есть на самом деле пространство, сфера сознания, пространство, оно является неоднородным в том смысле, что в нем вот есть вот эта вот вырожденность. Поэтому в каком-то отношении следовало бы вырожденность, связанная с тем, что вот есть вот какая-то однонаправленность. Ну, дело в том, что эти вектора можно как угодно, конечно, чертить, но суть состоит в том, что всегда вот есть вот эта вот различенность. То, что вот классические философии различены как субъект-объектное различие, да? Вот это вот различие субъект-объектное уже понято не просто как схема, понятое как неоднородность пространства, да? Вот неоднородность, неоднородность пространства, которое представляет собой сознание. Неоднородность пространства сознания. Она состоит в том, что всегда вот все акты, вся активность, которая совершается в сознании, она представляет собой вот такую вот неоднородность. Иначе говоря, эти вектора здесь нарисованы в одном направлении случайно, они могут быть нарисованы как угодно, в разных направлениях, совершенно, это не обязательно, это не совершенно несущественно. Существенно только то, что везде это вектора. То есть везде есть вот эта вот дипольность, если так можно выразиться. Эту дипольность мы схематизировали как субъект объектный, а субъект объектное различие, но субъект объектное различие не может указать на сущность того, что мы говорим. Потому что когда мы здесь говорим субъекту, ведь этот субъект недан. Вот эта вот неданность субъекта на самом деле указывает на то, что мы говорили, когда я говорил о сознании, говорил о том, что эта свидетельство непонятно откуда дается, она как бы дается со стороны живого субъекта. И вот пространство сознания надо понимать как какое-то веерное пространство. Только веер не в двумерном смысле, а не из одного источника, может быть из многообразных источников. Вот такое веерное пространство, в котором есть неоднородность, есть такое постоянное различение между тем, откуда и куда. Вот это постоянное различие. Я говорил о том, что внутри предметной сферы, как преданные предметы, сами предметы различены. Это сами предметы. То есть предметы различены, как различие их своих моментов. А теперь я говорю о том, что не предметы различены, а внутри каждой интенции, внутри каждого акта, а сами акты различены. То есть акты направлены на предметы, но каждый акт на самом деле сам различен. Иначе говоря, пространство сознания является пространством, вырожденным в том смысле, что есть какая-то сфера внутреннего, и есть сфера внешнего. Мы интуитивно это понимаем, что есть, если у меня такой образ складывается, образ конденсатора, есть постоянно различие внутреннего и внешнего. И это различие не является, как можно подумать, какой-то словесной игрой. Для того, чтобы это понять, давайте обратимся теперь к тому, опять же, по цепочке, что представляет собой воля. Я напоминаю, что я оставил уже две проблемы. Первая проблема связана с тем, как описывать соотношение сознания и мира. Это была первая проблема. Вторая проблема, которую я оставляю, связана с тем, как описывать недоступные нам субъекты. И как различить, если субъект недоступен, как различить теперь сознание предмета и сам предмет. Как различить сознание от данности, того, что представлено в сознании, то, что доступно. Давайте теперь, пока эти проблемы оставляем, переходим к воле. А вот у нас теперь еще есть еще такой термин воля. Когда я излагал вопрос, связанный с волей, я говорил о том, что воля есть некий способ, каким мы управляем самими собой извне. И мне тогда не очень было ясно, что, ну, как бы я понимал, как, каким образом мы управляем собой извне, но у меня вот не было таких вот своих каких-то терминов, да, для того, чтобы все это сделать четко. Ну, я говорил о том, что вот есть некий вот субъект актов, да, вот он генерирует некоторую активность субъект актов. Вот наш субъект один, субъект актов, он генерирует активность, активность, да, сам он не дан, он только примысливается как источник или причина, я об этом говорил, источник или причина актов. Акты направлены на предметы, ну, предметы мы помним, что мы понимаем самую в широком смысле объектную сферу, да, то есть, включается так все возможные предметы, какие есть у нас там, и предметы чувственные, и мысли, и переживания, все подряд. И вот они, вот этот субъект актов генерирует эту активность. Я говорил о том, что в чем состоит воля, а воля состоит в том, что сознание, ну, я тогда на самом деле не мог различить субъект, или субъект проживания, я думал, что субъект проживания это делает, да, как бы я тогда не различал, ну, как бы я просто рассказываю, какая была схема. Она одни акты подавляет, да, как бы выбрасывает, а другие акты усиливает, вот она их делает, усиливает. И вот я называл вот это волей. Воля состояла в том, что сознание, как бы, или субъект проживания, я сейчас как бы рассказываю, поэтому, дает веса, вот есть некий вес, да, вот каждый субъект представляет собой некое многообразие активностей, и сознание дает вес, оно либо усиливает, да, вот, как бы, дает вес, усиливает, с помощью чего? Усиливает с помощью переживания, как я думал, да? Она неким, как бы, актом переживания, либо усиливает генерацию, либо подавляет ее, да, вот это подавление уходит в подсознание, допустим, или просто, она, энергия-то никуда не девается, Я говорил, что, кстати, энергетическая установка, как бы, она генерирует. Почему я говорю, что генерирует? Потому что энергия только двигается со стороны с объекта авто. И сознание таким образом управляет самим собой. То есть оно одно подавляет, а другое оно, наоборот, усиливает. Вот в этой схеме мне не хватало чего-то, чтобы понять, что такое воля, как причина. Потому что воля была тоже своего рода причиной. Ну вот, благодаря докладу Александра Балдачева, ну и, собственно, моим размышлением на то, что представляет собой Аристотель, я наконец понял, что воля является причиной, в смысле целевой причиной. Я, как бы, сейчас не буду переходить на термины Александра. Я буду, как раз, говорить о своих терминах. Потому что, как бы, вообще говоря, развлечение четырех причин Аристотеля – это давнешний объект моего постоянного внимания. И, как бы, вот я вот обнаружил, что действительно волю ведь можно понять как целевую причину. И тогда вот то, что Александр описывает, что некоторые, что есть вот такие параллельные объекты, как действия, или действительно, да, которые организованы в смысле причины со стороны, как бы, своих целей или результатов. Он говорил то, что действия организованы в смысле своих целей, ну, это как вот атака, да, подвольная атака. Она вот многообразие процессов, да, которые организуются в некую деятельность, да, и они все, как бы, на самом деле, это стремятся к некому результату. То есть не деятельность, а действие, результат. Ну, как бы, можно посмотреть видео с Александром и там это все посмотреть. Важно не это, важно то, что, вот, теперь я понимаю, что воля является вот этой такой целевой причиной в смысле Аристотеля. Аристотеля. И тогда у них получается интересная картина. И с одной стороны, смотрите, субъект, которым я говорил, что является субъектом актов, является источником или причиной в каком отношении? Он является действующей причиной. Существующей причиной в смысле Аристотеля. Аристотель отличал четыре причины, да, четыре причины. Это маленькое напоминание. Первая причина – это формальная, вторая – материальная, третья – действующая, четвертая – целевая. Действие причины – это какая? То, откуда движение. Действие причины – это как бы толкает. Я считал, что когда мы говорим о субъекте актов, то субъект актов как бы толкает, он генерирует. А что такое целевая причина? Это то, куда направлено движение. Я всегда, когда говорил о целевой причине, думал, что вот этот телеологизм, который присутствует, что весь мир устремлен к перводвижителю. Мне казалось, что это некое богословие, которое не имеет отношения к философии. Но если теперь бросать взгляд на то, что реально есть паральные объекты, которые организованы, в смысле причинности, поняты как целевой причиной, то тогда возникает совсем другая картина. Получается, что воля, есть не что иное, как вот это такая вот целевая причина. То есть на самом деле мы управляем собой не просто, как я тут рисовал раньше, отсекая одни генерации и усиливая другие, а мы на самом деле делаем это ради каких-то целей. Здесь на самом деле есть другая сфера, сфера целей. Этими целями могут быть, ну, целью могут быть любые предметы. Предметы, либо состояние, состояние, достигнутые состояния. Мы сейчас об этом будем говорить. То есть интересно получается, что как бы... Ну, человек тоже есть темпоральная система, да, и вот он организует свою деятельность, его валение, да, является ничем иным, как способом, каким он собой управляет. Управляет он как и целевым, через целевые причины. Ну, давайте подойдем к этому вопросу чуть-чуть ближе. Вот когда я писал... Вот я говорил о четырех причинах. Необходимо заметить, что мы различаем всякое сущее, согласно Аристотелю, да, из формы плюс материи. И поэтому есть такое подозрение, что на самом деле, когда Аристотель говорит о том, что формы материи являются причинами, то он включает в причинность уже понимание. Ведь действительно, формы материи даны уже просто... как даны в некотором сознании, да, как некое различие. И это различие, оно на самом деле является различием, исходящим из понимания. И поэтому, когда мы говорим о том, что форма материи является причиной, то эта причина, она вне времена. Когда же мы говорим о причинах действующей, то или как то, откуда движение, или целевой то, куда движение, то эти причины во времени. И вот это различие очень существенно. В принципе, в каком-то отношении наука почему-то отказалась говорить о форме материи как о причинах. Она говорит о теориях, она говорит о строении, о структурах, да, и вот это вот не употребляет, когда рассуждают о форме материи как о причинах. Она говорит о причине всегда как о причинах действующих. Но на самом деле, как бы, надо иметь обе причины. И надо, потому что живые организмы, то есть импоральные системы, они имеют также еще и целевые причины. Потому что импоральные объекты, например, такие объекты, как человек, они, как я вот сейчас пытаюсь это обосновать, потому что они собой управляют с помощью цели. Получается, что? Получается, что человек, можно такую аналогию провести, представляет собой некую аналогию общества. Вот возьмем общество. Общество представляет себе многообразие индивидов. У каждого индивида есть какая-то своя воля. И эти воли, каждого отдельного индивида, складываются в некую, в некий конгломерат воли, да, вот такой. Конгломерат воли. На самом деле, у каждой этой воли в обществе есть различный вес. Ну, кто-то там политик, кто-то ученый, а кто-то простой рабочий, да, вес различный. И поэтому, результирующая этих воль, воль, результирующая, ну, мы эти векторы волевые можем сложить, и получается какая-то результирующая, она будет складываться неравномерно от каждого человека. Кто-то даст большой вклад, потому что вес его большой, да, допустим, вес политики, ученого, там, какой-то авторитетный человек. И кто-то даст маленький вклад, какой-нибудь вес, там, обыкновенного побывателя, у него маленький, как бы, да, но он результирующую волю удаст вклад. И вот результирующая воля, она будет складываться неравномерно из этих воль. И получается, эта результирующая воля существует только в том случае, если есть цель. То есть для общества очень важно, чтобы была цель. Потому что с помощью общества управляется со стороны своей цели. Если цели нету, то когда общество идет просто в разлад, да, кто куда, как бы общество, собственно, как бы тогда представляет собой уже не нечто, человек как бы единый, да, вот как говорят организмы, да, уже просто представьте, вы просто конгломерами. Как вот наша страна разваливалась в одно время, потому что у него не было, как бы, цели. Кто куда. Вот такая же аналогия существует у человеческого организма. Человеческий организм – это вот как бы собрание многообразных желаний, импульсов, там, интенсий, да. Если можно так говорить, это многообразие вольт таких, да, если можно так говорить. Я пока сейчас говорю, опять же, не в струнительных, да. Вот. Все эти многообразия, вот они как-то устремлены. Но сознание обладает такой способностью, что придает этим интенсиям вес. И тем самым одно, одно, вклад какой-нибудь одной воли, да, это воли внутри нас. Вот. По аналогии с тем, как вот существовал в нашем обществе. Так. Наш общество представляет собой социальный организм, человек представляет собой некий тоже организм, в котором как бы тоже существует много рода интенсий, да, которые и могут друг другу даже противоречить, там, складываться, считаться, даже бороться. Такой разговор очень характерен для ниши, когда он рассуждает о человеке, что человек – это как бы многообразие различных воли, да, и которая воля, там воля, которая победит, та, которая, собственно, и власть. Ну, мы еще до ниши дойдем, да. И вот что делает сознание? Оно придает вес. И тем самым оно контролирует вот эту вот результирующую волю. Ну, а как оно его контролирует? Только тогда, когда вот здесь вот есть цель. То есть, иначе говоря, сознание прозревает сначала цель, а потом на основании того, что такое цель, придает вес вот этим вот нашим интенсиям внутренним. Это желание, а что такое интенсия? Это желание, импульсы, импульсы, тут инстинкты, и, в общем, все стремления, стремления различные, все подряд, все, что только существует, вся генерация, которая у нас есть, начиная от самой элементарной, связанной с чувством голода, или жажды, и кончая там высшими проявлениями нашего духа, они вот, безоединяемые результирующие, есть и присутствует цель. То есть, ради какой-то цели мы, допустим, осуществляем причины самого себя. То есть, мы сами себя причиняем и являемся, мы являемся, мы как бы валим, мы являемся причиной своих поступков, когда у нас есть понятная, осознанная цель, и с помощью этой цели мы можем, это придавая вес различным образом нашим устремлениям, как бы в нужном направлении вызывать результирующие. Эта картина подтверждается также и со стороны своего нарушения, со стороны своего своих негативных последствий. Ведь может случиться так, что сознание не может справиться с какой-нибудь одной волей, допустим, возникло сексуальное какое-то влечение, и оно просто выперло вот это, например, сексуальный какой-то аффект. И сознание уже ничего не может сделать. И тогда где-то здесь наша цель, но уже ничего нельзя сделать, потому что и тогда человек превращается как бы в раба. Он становится вынужден считаться с этим аффектом, он захвачен этим аффектом. Для того, чтобы еще понять с более ... для того, чтобы это понять еще и так же и с другой стороны, давайте рассмотрим, ну, это, конечно же, опять же будут некоторые гипотезы, как происходит с симнологичной точки зрения управления животным. Так как животное не может собой управлять, да, у животных есть воля, потому что они могут стремиться к цели, но эта воля не свободна. Вот, допустим, кот. Да, и кот, когда внешние объекты, ну, когда он не захвачен каким-то специфичным объектом, который является, допустим, объектом его страсти, да, он просто находится в некотором состоянии расслабленности. И вот, допустим, мышка, вот, вот кот увидел мышь. Или там увидел птицу. Ну, я много, сейчас, чаще всего смотрю, как кот видит в окно в окне птицу. Что происходит с котом? Давайте говорить про птицу, потому что птица, как бы, с птицей кот ничего не может сделать, он сидит в окно, смотрит, вот он смотрит в окно, видит птицу. и что происходит в окно? Я вот, можете поставить такой структур. Кот полностью уходит сюда, вот он полностью здесь, вот полностью птицы, можно с ним что угодно делать, его там тыкать, пинать, хватать, что угодно, вот он просто полностью птица. Что происходит? происходит, что вот кот видит некую цель, да, вот эту цель, и полностью вся интенция, какая-то у него есть, она полностью переходит сюда. То есть все остальные маленькие какие-то другие интенции, они как бы вот подавляются, да, потому что птица управляет теперь котом. Получается, что в отношении животных природа управляет животными. Природа управляет. то есть есть некие как бы вот цели, которые захватывают животными, ради которых как бы кот, в данном случае птица там или там мышь там пробежит, полностью организует это полностью все свое поведение. Точно так же человек в иные моменты, когда страсть его охватывает аффект, когда его схватывает аффект, он точно так же собой уже не управляет, и управляет и природой. Там, допустим, может быть, аффект быть и позитивной стороны, как любовь, и с негативной стороны, как какая-нибудь агрессия. В любом случае наш аффект, это как бы природа нами управляет, когда цель является не цель, поставленная сознанием, сознаваемая цель, в постановке которой участвовало некоторое опосредование. Ведь цель была... Это как бы непосредственная цель, то, что я рисую здесь, непосредственная цель. А сознание пытается поставить опосредненные цели, то есть цели, над которым плодотворно работало мышление. Нами могут управлять непосредственные цели, и тем самым нам управляют природные. А с другой стороны, мы все-таки, как существа мыслящие, мы опосредуемся от этой зависимости от природы, и мы управляем собой, ставя опосредованные цели. Вот это отличие нас от животных. Отличие наше состоит не в том, что у нас есть сознание, а у котов нет. Отличие наше состоит в том, что мы можем опосредовать свое отношение к целям, а кот не может. Ну вот это вот про волю. Но для того, чтобы еще подойти к этому, давайте посмотрим на философию Ницше и философию Шопенгалуру. Потому что именно они говорили о воле. Для того, чтобы просто прояснить, опять же, эти термины, на уже известный пример. Вот. А Ницше говорил о воле к власти. Воле к власти. Дело в том, что, как бы, вот, если мы полимаем волю, как я сейчас предложил, как целеполагание, а с другой стороны, я говорил о том, что у воли есть некое переживание. Но это я давно уже говорил. Переживание. Что получается такое воля к власти? Со стороны этих двух... Это воля. Со стороны этих двух характеристик, с одной стороны, воля ставит некую цель, пытается ее достигнуть. То есть целеполагание это способ достижения... Это способ управления. Управление собой или другими? Другими. Но это и есть власть. Что такое управление? Но с другой стороны, важно не просто управление другими, но важно то, что это управление и это движение, оно переживается. Да, вот есть некое преодоление препятствий. Преодоление препятствий. Некое движение. Движение вперед. И вот все, вот эти две характеристики воли хорошо фиксируются в таком понятии единиче, как сверхчеловек. Дело в том, что сверхчеловек это как бы такая цель, как цель. Это такая цель, которую невозможно достигнуть. На каком бы уровне человек ни было, он все равно не будет сверхчеловеком. Потому что сверхчеловек это бесконечная цель. Бесконечная. Бесконечная цель. И эта бесконечная цель это как бы это бесконечное стремление и движение. Это соответственно. А с другой стороны, сверхчеловек именно есть нечто, что он говорит о том, что человеке есть нечто, что нужно преодолеть. Что на этом преодолении, в этом преодолении возникает некоторое переживание. то есть власть, почему именно власть? Ведь вопрос связан не с тем, что мы только собой управляем, а просто связан с тем, что мы... а... это целеполагание бурно переживаем. Вопрос связан с некоторым удовольствием преодоления, с некоторым движением вперед. То есть с некоторым, в принципе, движением. Всякое... Как мы меряем время, как мы меряем движение? Мы меряем движение переживания. И то есть когда мы куда-то двигаемся, и когда мы стремимся к какой-то цели, это чтобы эту цель очищать, да, чтобы вот это движение и к сверхчеловеку чувствовать, мы должны обязательно что-то преодолевать, мы должны вот это что-то переживать. С другой стороны, вот Ниша критикует Шопенгауру, да, Шопенгауру говорил о воле к жизни. С какой стороны он подходит к этой критике? Дело в том, что Шопенгауру считал, что воля является слепой. Он говорил о мировой воле, и мировая воля является слепой. И это странно, потому что когда мы сейчас говорим о воле, мы говорим о том, что она целеполагающая воля, и она не может быть слепой. Это во-первых. То есть Шопенгауру говорил о том, что первая воля слепая, воля, мировая воля слепая. Нельзя говорить об этом, что она расслепая, потому что есть целеполагание, можно только говорить о том, что она расточительная. Воля расточительная, да, мировая воля. Через многообразие живых существ она там стремится к какой-то своей цели, нам неведомой. Она расточительная, и мировая воля, да, и ее цель неведома. Но она не слепа. Это первое. А второе, что Шпигар предлагал как бы устраниться от переживания. Он как бы хотел уйти, вот некую такую, надо избавиться от этой воли, да, уйти от переживания. Уйти от переживания. Устраниться. А переживание – это и есть жизнь. То есть это устраниться от жизни. И вот, собственно, критика Ницше и состоит в том, что он как раз вернул воле цель, цель вернул. И в этом отношении он постоянно критикует христианство и вообще религии мораль, потому что они ставили неправильные цели. Потому что воля, как мы говорили о том, что она Ницше целеполагаче, то есть Ницше это как бы понимает в интуиции, да, и он говорит, что надо ставить правильные цели, что надо ставить такие цели, которые бы улучшали человечество, а не делали его больным. Это первое. А во-вторых, он критикует со стороны переживания, что на самом деле она должна быть волей к власти. И власть переживается как усиление власти, усиление власти, как постоянное преодоление, удаление препятствий. Вот это некое отступление, связанное с философией Шоппенгауэра и Ницше, связанное с волей. Ну вот когда мы теперь поняли, что такое, ну точнее тогда, когда я сформулирую, что такое воля, попытаемся сформулировать три наших проблемы, да, их заново. Первая проблема состояла в том, как соотносится как соотносится проблема. Первая проблема. Как соотносится мир и сознание. Вторая проблема. Вторая проблема состояла в том, как различить. Различить. Ну давайте я сформулирую в двух. Как различить субъект и сознание. Третья. Как различить сознание предмета и сам предмет. Ну и четвертая проблема. Вот проблемы. У нас три проблемы. И все они связаны как-то с природой сознания. Пока я как бы вот нахожусь в таком состоянии. это вот надо соотношение мир и сознание не удается ввести быть последовательным. Если я настаиваю на том, что все из сознания, тогда я не могу ввести мир, да. А если я настаиваю на том, с одной стороны, а с другой стороны, если я настаиваю на том, что все из сознания, то я не могу понять откуда берется содержательность. Если же я беру двоицу, то тогда я как бы нарушаю в своей логике монизм, что все из сознания. Это первый вопрос. Второе. Существует проблема различения субъекта и сознания. Потому что всякий раз, когда мы пытаемся это различить, то мы не удваиваем сущности. Либо мы говорим субъект в субъект, либо мы говорим из сознания в сознание. И поэтому либо надо отказаться от одного из этих терминов, причем сложно отказываться от терминов сознания, потому что субъект если как раз предпочтительно остался в сознании, что сознание как свидетельство состоит в том, что просто есть различенность. А субъект это некоторое противопоставленное субъектом. И как оно вообще, если не говорит о сознании, как вводить от данных вообще непонятно. То есть легче всего отказаться от субъекта это вторая проблема. А третья проблема связана с тем, что если мы отказались от субъекта, то здесь мы отказались от субъекта. Отказались. Да, и говорить только о сознании. Тогда получается, что сознание предмета надо отличить и сам предмета. Мы говорили о том, что есть некая веерность, что сознание неоднородно. В этом уже проглядывает какой-то ответ на этот вопрос. Но это надо раздевать дальше. Ну, еще и существует еще проблема воли. Потому что воля как-то связана с сознанием. И, собственно, получается так, что сознание ставит цели и управляет общей генерацией. Вообще, понятие субъекта следует вот что сказать. Возможно, когда я говорю, что нет субъекта, я имею в виду, что нет никакого метафизического субъекта. Я, кстати, это забыл сказать. Это существенное различие. Психологический субъект, конечно, есть. Есть юридический субъект, субъекта. Извне мы постоянно будем говорить о субъектах, но нет такой вещи, как метафизический субъект. То есть, субъект в смысле философского рассуждения. То есть, в смысле какой-то предельности субъектности. Вот как вот мы рисуем всегда вот такой диполь, субъект объектный. Вот этот субъект не дан. Вот этот субъект. Мы его премысливаем необходимым образом, потому что иначе мы не можем ничего сказать, не можем рассуждать. Но его как бы нет. Он не дан. Вот сами подумайте, в чем состоит интересное? Интересно состоит в том, что с одной стороны он необходимо, нужен для того, чтобы мыслить вообще соотношение. Потому что сознание неоднородное. а с другой стороны, поскольку он не дан, но он может мыслиться. То есть, он дан как некая мысль. Ну да, сейчас я уже не готов дальше двигаться, и так уже много всего сказал. Вот примерно такое состояние проблематики на данный момент. Продолжение следует...